привет народ это прицепим вот так в общем пятница сегодня так а кстати давайте на эту камеру проверим сверху вроде как вообще не видно эти артефакты не видны поэтому поэтому это радует их видно как я понял из вчерашнего видоса на темных когда что-то темное показано на темном фоне то вот такие артефакты тогда бросаются то есть там конкретные раковины такие в самой линзе в самом объективе видите на каком состоянии у меня нож нужно помыть в общем печалька произошла у меня с камерой ну а что делать если вздал бы не упаду да то и соломку постелил бы я что-то не думал как то что-то не до нее достанут искры а тем более уши пострадать может стекло так записулечка и спайдерка так 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 вот так моделька называется я такие слова не выговорю добрый день руслан ниш привести в порядок заточить хорошо ну в принципе особых проблем я не наблюдаю здесь кроме как вот такие вот подводы не веселые ну и чуть-чуть поцарапанный клиночек в общем давайте пока нож собранный мы его сейчас немножко приведем в порядок но есть еще такое небольшое такое залипание замка то есть чуть 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 так справляется слышите да с рывком это мы чуть чуть позже потом разберем и графитовой смазочкой смажем так давайте сейчас что мы сделаем мы ему немножко подновим сатин так 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 давайте еще раз покажу чтобы было понятно что здесь не так вот так вот так вот видите да сатин нужно чуть-чуть подновить то и потом переточим его потому что ну вот так вот здесь все раз и два поправим поехали 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 я думаю хватит ли мне вылета нет не хватит поэтому давайте сразу через удлинитель поставим сразу через кружочек поставим и теперь все спокойно можно работать удобная штука да что-то его трясет как-то как-то что-то мы не знали что-то его трясет чуть-чуть провернем али да добренько о другой вопрос в общем раз давайте чаще один сразу один и чаще и поехали так и давайте теперь было вот так было вот так стало то же самое повторяем с другой стороны промежуточный результат кстати видите да такие огромные раковины здесь и вид же 10 у нас сталька чтобы вы понимали вид же 10 это японская нержавейка кухонная но видите раковины прям конкретные то есть ножичек видимо повидал своей жизни виды давайте чуть-чуть теперь это дело на блеску придадим теперь уже удлинитель не нужен поскольку диаметр круга больше придадим блеску трошечки так на все зарядка у меня теперь 2 д вольтовская тоже на 220 вольт осталось вилку поменять на нашу и будет все хоккей ну кстати да вторую зарядку я просто соберу там ток зарядный побольше здесь ток зарядный поменьше поэтому малым током ну как бы ничего страшного не будет если заряжать аккумулятор а если больше чем положено то ничего хорошего от этого не жди слушайте такой ветер поднялся что прям прям жесть пойду я окна позакрываю в доме потому что буду горы чувствую короче народ закрывал я окна в доме потому что ой 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 что такое у нас в прошлый раз такая же история была витрюган вот эти провода у меня линия высоковольтная идет я не помню сколько 30 чем-то киловатт короче по моему короче я думал их узел завяжет ветром и у нас рода не было но фотки по южноукраинскую люди выкладывали такой знаете как яйцо куриное то есть в городе был град нас прошло стороной ну и в городе деревья там повалило такие знаете тополя метр метр чем-то в общем давайте чуть-чуть не пасты добавить беленькой и слегонца слегонца вот так вот обратно будет интересно или нет не хотелось бы так попали мы хорошо красиво в родной сути и теперь давайте мы еще вот так вот сделаем да дождик прям прямо я вам скажу таки лихо налетел погода это просто ужас все лето вот так вот все лето вот так вот у нас проходит так ну заточим нож мы потом вот так вот это выглядит вот так вот это выглядит ну за исключением моих отпечатков пальцев то как бы здесь все уже более-менее да погодка конечно ужас 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 так что нам нужно сделать нам нужно открутить и севой открутить и севой он здесь вообще как бы даже без намека на какой-то фиксатор резьбы либо что-то подобное так 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 фторопластовая шайба здесь вижу ну и здесь вижу здесь вижу не не знаю видно вам будет не видно я надеюсь так будет видно вот видите полоса прямо идет вот сейчас прям видно площадку которая контачит то есть пятно контакта которая контакт с клинком сейчас мы его протрем просто и туда нанесем смазочки вот это пятно контакта мы прочищаем отсюда все лишнее убираем здесь также все протрем протираем 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 убираем отсюда все все четенько так так и вот здесь мы тоже спай дырку почистим да лето 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 шорты шпингалеты вот это давайте тоже по очищаем видите да тут грязи сколько сколько грязи нам не нужны раз два два три все теперь это вот идет вот так вот и вот так вот и вот здесь вот тоже мы почистили тут тоже была куча грязи мы убрали и теперь нам нужно графитовая смазка чтобы исключить залипание клинка или замка или клинка все-таки наверное замка да берем вот такую смазочку графита наполненную и аккуратненько 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 ее наносим не получится давайте по-другому переиграем очень ватка толстая мы видите вот так не проходит мы еще сделаем вот так вот раз два три и вот теперь она пройдет видите да разница не зацепив ну как бы не хочется испачкать нож поэтому вот так вот аккуратненько и вот сюда наносим сразу смазку и на шпенек вот этот вот опорный куда упирается клиночек и соответственно часть замка видите да по нему ходит туда наносим смазочку и соответственно вот сюда тоже сразу мы вот так вот вот так вот нанесем графит очку и все в принципе тем самым мы сейчас исключим любое залипание так так давайте соберем ножичек теперь категорически не люблю когда клинок собирается вот с этой стороны вот так вот прям это мне как ножом по сердцу скажем тогда не люблю я такую постановку вопроса и считаю крайне неправильно все залипание наше должно уйти после 5 6 открываний и она уже ушло так так капнули смазочку ждем вот так вот делаем пока смазочка затечет что творится и только потом зажимаем осевой так здесь даже шайба у нас видите вот так вот и сверху зажимаем осевой теперь есть контакт ну и в принципе в принципе все можно ставить на фиксатор резьбы все хорошо все ровно клиночек у нас автоматом становится видите да по центру поэтому капельку 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 капаем распределяем ее по ниточкам резьбы и все собираем протрем тоже шайбочку сумму потому как она не совсем чисто а должна быть чисто раз 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 она такая шайба гробер здесь ну не ровная а такая с подвывертом раз и чуть чуть назад проверяем ход клинка туго вас то чуть-чуть давайте чуть чуть назад чуть чуть назад ну вот больше не вижу смысла отпускать потому как все это еще притрется преработается все все это сюда так 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 это сюда это сюда это сюда и теперь что у нас осталось теперь у нас осталось заточить клинок заточить клинок я уже показывал наши здесь вот так вот подводиком давайте сделаем их ровными красивыми одинаковыми с двух сторон так так поехали здесь конечно придется поработать чтобы вывести его красиво ровно в общем народ как-то так здесь подвода вы видели да какие были широченные я постарался этот вопрос немножко нивелировать сделать их более удобно вразумительными вот так вот такой теперь здесь подводик ну они были зализаны очень сильно видно да это вот теперь краешек вот здесь блестит где зализовал человек подвод этот он чуть-чуть поблескивает ну а сам подвод выглядит хотя я вам его попытаюсь поймать вот так то есть нет смысла делать такие широкие подводы как здесь были потому что но это не к силу не к городу а теперь это это ровная подвода с двух сторон вот видите по нему бегает солнечный зайчик ну не совсем солнечная от лампы но тем не менее подвод ровный и подвод одинаковые от начала до конца и симметричный с двух сторон собственно сталька так себе конечно вид же 10 но при правильно заданном угле она достаточно достаточно неплохо держит режущую кругу если не тащить супер какие-то там невообразимые малые углы то есть нет смысла здесь 12 13 14 15 и даже 16 градусов на сторону делать нет смысла 24 25 проверить у нас не на чем листика у нас бумаги нет давайте поэтому инструкцию от зума от вот этого рекордера по кромсаю ну как то так в общем на сегодня все вот такое вот было видео погода у нас просто сходит с ума и так народ в этом году фактически все лето каждый день у нас вот такой вот дождик либо такой либо еще может быть с таким знаете с городочком пройти видите на сорвал накидку в бассейна ну и доберет мне в бассейн воды хорошо без рада сегодня это плюс а так-то дождик у нас вот такой вот ливень на полчаса на час фактически каждый день все лето на сегодня все давайте пока пока увидимся